Здравствуйте, с вами Леонид Пащенко и канал IT Review, который рассказывает об аудио, видео и умном доме. Сегодня мы находимся в магазине Dr. Head на Новом Арбате. Продолжаем знакомить поклонников винила с компонентами от немецкого хайн-бренда Schoenalog. О философии компании и о подходе к разработке и производству аппаратуры я говорил уже не раз. Поэтому интересующимся советую посмотреть предыдущие ролики на эту тему, если вы этого еще не сделали. Как я уже говорил ранее, в актуальной линейке компании на сегодняшний день есть три тонарма, по восходящей. Шой Классик МК2 в 10 и 12 дюймовых вариантах, Шой Кантус в 9 и 12 дюймовых версиях и Шой Така МК2 9 дюймов. Про две последние модели я не раз упоминал в обзорах, а сегодня давайте поговорим о классической базовой модели. Начнем с дизайна. Другие модели, которые я только что назвал, выглядят очень эффектно и не совсем обычно. Кантус привлекает внимание ажурной прозрачной конструкции рычага тонарма, а так как корпусом из эксотической древесины. На этом фоне рычаг у Шой Классика МК2 просто воплощение лаконичности и минимализма. Но не все так просто. Эту деталь вырезали лазером из листового алюминия, а затем придали ей U-образную форму в сечении. Сверху рычаг покрывается порошковым напылением красного или черного цвета. Но, как мы знаем, в работе тонарма и проигрывателя в целом многое зависит от конструкции опоры, которая здесь сделана одноточечной, с подшипником из закаленной азотированной стали. В данном случае обработка азота шлифованной поверхности подшипника еще больше снижает коэффициент ренес и, с другой стороны, повышает износа устойчивость детали. Фактически рычаг словно висит на тонкой спице. Все механизмы, включая микролифт, антискейтинг, регулировки, сделаны прецизионными, то есть безукоризненно точными. И особое внимание нам следует уделить кабелям в тонарме. Как известно, они должны сочетать в себе отличную проводимость, ведь мы имеем дело с весьма слабым сигналом и при этом очень малый вес. Чтобы добиться оптимальных параметров, инженеры Шой Аналог поработали над проводниками вместе со специалистами из немецкой компании Аудиктив. Эта компания во главе с владельцем Себастьяном Кройслером считается признанным экспертом в разработке акустических кабелей. В итоге, каждый проводник сплели из 42 медных жил. И представьте, что каждая жилка диаметром всего 0,25 мм, то есть в три раза тоньше человеческого волоса, дополнительно покрыта слоем серебра. Изоляцией для проводника послужил фторированный эльтилен-пропилен, который известен как отличный диэлектрик, причем гибкий и долговечный. Но и это еще не все. Проводники скручиваются в витую пару, которую помещают в тефлоуную оболочку. А все это потом защищают плетеным экраном из оцинкованной меди. А экран подключают к фонокорректору через провод заземления. Словом, базовая модель тонарма у Хаэнд компании несет в себе немало решений, которые недоступны многим аппаратам уровнем ниже. Тонармы Шой Классиком К2 фактически сочетаются со всеми тремя моделями головок компании. Но целесообразно подбирать картридж из сопоставимой ценовой категории. В данном случае пусть это будет Шой СЛ. И разумеется, вы можете экспериментировать с головками сопоставимого класса и цены от других уважаемых брендов. И на этом я завершу. Смотрите нас на разных платформах. YouTube, YouTube, Яндекс.Дзен. Подписывайтесь и до новых встреч.